В Новочебоксарской школе Олимпийского резерва номер 3 открыли 50-метровый бассейн для посетителей. Одним из первых окунулся Сергей Кочинский. В 8.00 состоялся первый заплыв в единственном в Чувашии 50-метровом бассейне спустя два года ожидания. В 2021 году его закрыли на ремонт. Бассейн очень замечательный, мне это понравилось. Все удовольствия, спасибо организаторам за такой бассейн. Здесь заменили стеклянные фонарей, отремонтировали кровлю, раздевалки и душевые. Конечно, есть еще над чем поработать, там шкафчики вот надо новые поставить. Это в процессе уже до ума доведут. Ну, сейчас вот сам чуть поплавал, вода теплая, всех приглашаю. Бассейн находится в здании детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 3. Основной задачей на данный момент является старт учебно-тренировочного процесса для профессиональных спортсменов. Для этого в ближайшие месяцы предстоит большая работа по процедуре лицензирования спорткомплекса, закупки спортивного инвентаря и обновления мебели. Сначала было принято решение, что бассейн будет открыт после того, как мы полностью закупим всю мебель, весь спортивный инвентарь. Но учитывая многочисленный просто поток шквала обращений граждан, пожеланий граждан, наших жителей, все-таки было принято решение, что бассейн будет открыт, параллельно будет вестись закупка оборудования, и по мере поступления имеющееся у нас оборудование мебель будет заменяться новым. Я думаю, что граждане отнесутся к этому с пониманием, что пока мы будем в достаточно скромных условиях, но к концу первого квартала следующего года, я думаю, что мы уже получим 100% полноценный спортивный комплекс, который будет оказывать не только оздоровительные услуги, но и сюда вернутся все наши спортсмены для того, чтобы продолжить свою тренировочную деятельность. Отказаться от возможностей одним из первых окунуться в уникальный для республики бассейн не смог и я. Плавание – потрясающий и полезный вид спорта. Сергей Кочинский, Юрий Марков, Национальное телевидение Чуваши.